Здравствуйте! Меня зовут Елизавета Менчук, я участница мастер-классов и заключительного галоконцерта в Большом зале Московской консерватории в 2020 году. О фонде Ильдара Дрозакова я знала давно и следила за каждым его проектом, но никогда раньше не задумывалась, что смогу стать частью одного из них. В инстаграме фонда я увидела пост, в котором анонсировалось начало приема заявок на мастер-классы в 2020 году. Свою заявку я отправила почти сразу, без какой-либо огромной надежды на то, что я пройду этот отбор, но попытать свое счастье мне хотелось. Мастер-класс проходил на сцене театра «Новая опера», и у меня от одного осознания, что я сейчас буду выходить на настоящую театральную сцену с большим залом, все трепетало внутри. При этом я еще должна была петь таким мастерам, как Лучана и Ильдар, и рядом со мной находилась прекрасная Ребекка Магомедова, которая аккомпанировала каждому участнику в эти дни мастер-классов, и я чувствовала, что в этот вечер я обязательно услышу какие-то важные для меня слова от наших маэстро. И действительно так и случилось, я получила море похвалы и поддержки, и это самое невероятное, что я могла получить от этих мастер-классов для себя. Своё выступление на мастер-классе я начала с арии Донны Эльвиры из оперы «Моцарт» и «Дон Жуан». Когда мы поработали над ней, Ильдар мне предложил спеть что-то еще, я захотела исполнить рассказ «Мими» из «Богемы Пучини». И когда я только-только начала петь эту арию, Лучана на весь зал громко закричала «Сопрано, который есть в зале, убейте ее, она может петь все!» И мне было одновременно и очень смешно, и очень приятно после такой оценки меня. Думаю, это был самый запоминающийся момент в мастер-классах для меня. Каждому певцу важно получать какую-то обратную связь от тех, кто добился больших высот в этой профессии. И я именно из тех, кому это действительно очень важно и нужно. И до мастер-классов я чувствовала, что я менее уверена в себе. Но после я поняла, что я все делаю правильно, я двигаюсь в нужном направлении, я делаю то, что полезно для меня. Сразу после мастер-классов вечером мне позвонил менеджер фонда и сообщил, что Эльдар Амирович выбрал меня одной из участниц гала-концерта заключительного в БЗК. Для меня, честно говоря, это была огромная неожиданность, потому что я не знала, что среди певцов на мастер-классе будут выбираться участники гала-концерта. И сразу я поняла, что это огромная ответственность, потому что мне предстоит петь на одной сцене в одном концерте с Эльдаром Абдрозаковым, с Вероникой Джиоевой, с Лучаной Ганчи, с Клаудио Сгура. Я буду петь с оркестром Театра Новая Опера под руководством Михаила Татарникова. Но тут же я понимала, что это огромное счастье для меня и невероятная честь, разделить сцену с такими мастерами своего дела. Я приехала в Петербург, и здесь у меня было чуть больше недели, чтобы ввести спектакль. Меня ждал дебют в опере Чайковского Евгения Негин. О партии Татьяны я мечтала с самого-самого своего раннего детства, и я была счастлива, когда эта моя детская мечта осуществилась. Я считаю это своим одним из главных достижений за время, прошедшее с мастер-классов. Для меня фонд Эльдара Абдрозакова — это колоссальная поддержка, это море вдохновения и это само творчество. Будущим участникам мастер-классов фонда я хочу пожелать смелости и уверенности в своих силах. Если в вашей душе появилась хоть малейшая искорка желания поучаствовать в мастер-классах, то сделайте это, отправьте свою заявку. Хочу пожелать всему коллективу фонда Эльдара Абдрозакова и лично Эльдару Амировичу новых открытий, вдохновляющих проектов и, конечно же, процветания. Спасибо вам большое за то, что вы делаете.